Следующее видео, которое мы посмотрим, называется 9 мая, парад лицемерия, очень относительной победы. Ууу, не одобряем, категорически не одобряем. Опять какой-то навальнизм сейчас будет. Привет, Кат. И сегодня, пожалуй, один из самых спорных, если не самый спорный, праздник во всей Восточной Европе. И я считаю, грех не высказаться относительно него. В России этот праздник приобрел чуть ли не сакральный статус, и по сути он является одной из главных скрепа русской нации. Настолько главных, что даже президент в своем новогоднем обращении, помимо поздравления россиян, не поскупился напомнить, что в этом году у нас юбилей, 75 лет победы. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет победы. Чувак, ты хохол. Нахуя ты смотришь? Новогоднее обращение Путина, блять. Это президент другой страны. Зачем? Чтобы что? Победы в Великой Отечественной войне. Для жителей России в мае 45-го Советский Союз одержал победу над нацистской Германией. Другие подробности им обычно неинтересны. А если ты говоришь... Почему восточноевропейских блогеров из Белоруссии и Украины их настолько беспокоит то, что в России происходит? Что-то против, ты автоматически переходишь в стан фашистов, русофобов. И вообще, как таких только земля носит. В России 9 мая отмечают торжественными парадами каждый год. И главный из них... Это все равно, что если бы ты доебался до какого-нибудь государственного праздника, который в Словении празднуется. Мы все знаем, проходит в Москве. Однако в этом году один уханьский китаец съел суп из ветучей мыши и что-то все пошло не так. Однако многие... Да, есть такое. Уже, наверное, позабыли, что ежегодным сие событие стало только с 96-го года. А до этого момента, с окончания войны... Да, но тебе-то какая разница, чувак? Ты ведь даже не в России живешь. Какая тебе разница, какие государственные праздники в другой стране? Алло. Какой смысл издеваться над ними? В Москве проходило всего 5 парадов. Причем, как вы понимаете, интервалы между ними были огромными. Первый парад победы состоялся в том же 45-м году. А следующий уже в 65-м. Такой интервал можно вполне просто объяснить. Во-первых, у людей в памяти еще были жертвы тех ужасных событий Второй мировой войны. И да, я эту войну буду называть Второй мировой, а не Великой Отечественной. Потому что, во-первых, Вторая является только лишь... Ну, они по срокам не совпадают. Потому что Вторая мировая это с 39-го по 45-й, а Великой Отечественной, то, что называется в российской историографии, Великой Отечественной, это с 41-го по 45-й. То есть они как бы... У них разные сроки начала, скажем так. С основной частью первой. А во-вторых, само словосочетание у меня вызывает далеко не те ассоциации, какие следовало бы. Ну, во-вторых, в Советском Союзе как-то было негоже иметь много праздников. Ибо как можно быстрыми темпами нужно было строить светлое коммунистическое будущее. Однако вернёмся к ассоциациям, которые возникают при упоминании словосочетания Великой Отечественной войны. Почему они возникают? Ну, российскому руку... Бля, вот это вот... Сейчас, подождите. Это было похоже на юнит Global Liberation Army в игре Генералы. Сейчас, подождите. Которые возникают при упоминании... Во, во, во. Это же реально какой-то юнит Гла из игр Генералы. А там собака в каске, что ли, сидит? То есть это типа четыре танкиста и собака? Что... Что это такое? Что... Что это за безумие? Он бы хотя бы перекрасил этот жигуль в зелёный цвет хотя бы. Бля, на месте, где у него вмятина, он написал «Боевое ранение». Скорее всего, он пьяный въебался куда-то. Какой кринж. Сочетание «Великая Отечественная война». Почему они возникают? Ну, российскому руководству стало всё равно на суть этого дня. И сейчас оно использует его исключительно для самопиара. Отсутствие у государства внятных и убедительных планов на будущее заставляет его паразитировать на темах прошлого. И победа над нацистами 75 лет назад — это то единственное, что может предложить людям современная Россия. И люди это с радостью хавают, валяясь бухими на улицах, с ног до головы увешанными колорадскими лентами. Ну, или внутри своей любимой девяточки с наклейкой «С ебучимися коммунистом и нацистом». И надписью «Можем повторить». У меня постоянно возникает вопрос, а что Россия может повторить? Может, качество жизни, зарплаты, социальные гарантии той страны, которую они победили более чем полувека назад? Чё-то гнет тут меня сомнения. Вообще, удивительно, что страна-победитель живёт в разы хуже проигравшей тогда страны. Российское государство... Ну, Япония, кстати, тоже проиграла в войне, и там всё хорошо. ...нушило ложные представления о гордости. Гордятся там масштабностью проводимого парада, выполнением квот по доставлению ветеранам цветов, количеством полосатых лент на своём организме и количеством алкоголя в крови, принятым за дедов. В этом году будет больше-то... Да, только не надо показывать все места, на которые они повязывают эти ленточки, пожалуйста. Я очень прошу. Больше самолётов, больше участников. И так каждый год. Ну, конкретно этот год, опять же, внёс небольшие коррективы. Однако бюджет каждого такого парада составляет примерно полмиллиарда рублей. И всё бы ничего, да вот только те, в честь кого это устраивается, минимум не могут посмотреть это торжество вживую. А максимум еле сводят концы с концами. Да, я сейчас говорю о подставных ветеранах, которые сидят с Путиным на одной трибуне. В то время, как обычные... Пишут, что в Сингапуре нет танков. Нет, нихуя, чувак. В Сингапуре, кстати, очень мощная армия. Она настолько большая, что они часть своей армии дислоцируют в Тайване. Получат своё существование в нищете, и российское государство срать хотело на их потребности. В среднем ветераны в России от государства получают от 30 до 40 тысяч рублей. Так что у них есть танки. То есть, по количеству некоторого вооружения и всяким тактико-техническим характеристикам, армия Сингапура, она даже круче, чем армия всей Малайской Федерации. Это примерно 370-495 евро, соответственно. Стоит ли говорить, что у нас в Эстонии столько получают обычные пенсионеры? В Западной Европе... А, он из Эстонии, бля. Я почему-то решил, что он из Украины. Ну, просто дело в том, что в основном такие ролики снимают блогеры из Украины. Он из Эстонии, окей. Ну тогда ему тем более должен быть похуй, что там у русских. Какая разница? По большому счёту, мне всё равно на то, что в этот день происходит в России. Но поскольку меня смотрят много людей оттуда, я посчитал нужным пояснить за День Победы в России. В Эстонии же, да и во всей остальной Восточной Европе, как мне кажется, этот праздник не любят немного по другим причинам. Здесь нет этого лицемерия, которое свойственно российскому празднику. Но и такие гигантские суммы, как в Западной Европе, здесь ветераны тоже не получают. В Эстонии всего ветерана Второй мировой осталось от силы 300 человек, со средним возрастом в 95 лет. Большинство из них имеют российское гражданство, и все пособия они получают через российское посольство. И их пенсия может доходить до 1000 евро в месяц. Однако, это больше относится к ветеранам... Ну, нормально, кстати. По сравнению с тем, что он до этого перечислил. Я думал, что в России всё... Ну, то есть, намного хуже... ...офицеры. Те же, кто имеют эстонское гражданство, получают 10% надбавку к своей пенсии. Плюсом, у нас дважды в год стартует благотворительная акция, которая собирает в общем количестве сумму в размере от 13 до 17 тысяч евро. Собственно, эти деньги уходят на помощь тем ветеранам, чья пенсия составляет меньше 520 евро в месяц. Соответственно, с ежегодной индексацией это число постоянно увеличивается. Согласен, льготы, положенные им у нас не самые большие. Однако, Эстония не лицемерит в этом плане и не течится тем, как здесь здорово заботиться о ветеранах. Но цель этого видео — не указать России на её косяки, что с успехом каждый год делают мои российские коллеги. Цель — наглядно показать, почему данный праздник в Восточной Европе воспринимается не так, как в России или на Западе, на примере нашей любимой Эстонии, которая от освобождения её от нацистов потеряла много больше, чем приобрела. Когда Германия 22 июня 1941 года атаковала Советский Союз, Эстония уже год находилась под советской оккупацией. За это время территория республики вошла в состав особого прибалтийского военного округа, а на базе эстонской армии был сформирован 22-й стрелковый корпус. За этот год советская власть уже успела арестовать около 8 тысяч человек, из которых, по меньшей мере, 2200 были казнены по обвинению в антисоветской деятельности. Когда Эстония была объявлена Советской Республикой, 42 эстонских судна отказались... Ну, опять-таки, ненависть к Сталину — это не повод любить Гитлера. Что понятно, что один людоед, что второй людоед. ...вращаться в родную гавань. А это, между прочим, было 40% довоенного флота Эстонии. По итогу, эти корабли использовались британцами для транспортировки продовольствия из штатов, а служившие на них моряки примкнули к британскому флоту. В ходе же июньской депортации 1941 года советская власть всего за пару дней депортировала с территории Эстонии около 10 тысяч жителей. Когда же было объявлено военное положение, в Красную Армию начали принудительный призыв. Однако вскоре советское командование признало эстонских призывников ненадежными, и те были отправлены в трудовые батальоны, где из 33 тысяч военнослужащих 10 тысяч умерли вне человеческих условий от холода и голода. Когда же немцы были уже на подходе, Сталин 3 июля объявил об отступлении советских войск с эстонской территории, призвав использовать политику выжженной земли в районах, которые должны были быть оставлены. Как следствие, уничтоженные села, хозяйства и люди вместе с ними. К примеру, в августе 1941 года была полностью уничтожена деревня Веру-Кабала со всеми ее жителями. Ну, кстати, вот в 44-м, в конце 44-го и в начале 45-го, когда уже немцы отступали, они ту же самую тактику использовали, значит, выжженной земли на тех территориях, которые они покидали, в частности, в Восточной Пруссии. Всего же, в период отступления, красноармейцами было уничтожено 3237 фермерских хозяйств и убито 2199 человек. Примерно тогда на сцену выходит эстонская повстанческая организация, более известная как Лесные Братья, которая не давала покоя отступающим советам. После того, как... Ну, были еще и всякие латышские, там, литовские эти братья лесные. Немецкая армия 7-го в 9-го и... Так что это не только в Эстонии. ...июль пересекла границу Южной Эстонии, лесные братья присоединились к ним, и вместе они уже выгоняли Красную Армию из Эстонии. После того, как красноармейцы эвакуировались из Сталина в конце августа 41-го года, на башне Длинный Герман снова стал развиваться эстонский флаг. Однако вскоре он был быстренько заменен на германский. Да, сотрудничество с вермахтом привело к тому, что советская оккупация просто сменилась с немецкой. А лесные братья были полностью расформированы. Эстонцы же, наглотавшиеся репрессии со стороны СССР, просто думали, что хуже уже не будет. И в немцах в первую очередь видели помощь в освобождении страны от коммунистов, от чего к их прибытию относились более положительно, чем когда сюда наведывались красные. Но никакого освобождения не было. А был ген... Да, выяснилось, что Гитлер тоже социалист. И что у него не просто так красный флаг. Генеральный план Ост, по которому немцы распускали созванное ранее временно эстонское правительство, а саму Эстонию они включили в состав рейс-комиссариата Остланд, сделав простым генеральным округом. Про саму немецкую оккупацию я думаю, что сниму отдельное видео. Как я когда-то снимал про советскую, поскольку тема достаточно обширная. Как только стало ясно, что немцы не собираются восстанавливать независимость Эстонии, отношение к ним стало... Короче, у эстонцев не страна, а округ. Вот печаль-то. Этому также поспособствовала введенная в 42-м году воинская повинность, а также сокращение продовольственных пайков. Однако, сами немцы какой-то ненависти к эстонцам не испытывали. А, скорее наоборот, относились к ним как к эдаким младшим братьям. Это подтверждает и слова рейхсминистра Альфреда Розенберга, который говорил, что эстонцы из балтийских народов наиболее близких немцам. Однако, я думаю, вы понимаете, на кого немецкое великодушие не распространялось. До войны в Эстонии проживало около 4300 евреев, 10% из которых советское руководство А почему евреи, которых он показывает, похоже на сефардскую общину? Откуда он взял эту фотографию вообще, мне интересно. Это же сефарда, я правильно понимаю? Ну то есть, в Эстонии же должны быть ашкеназы. Опять-таки, я могу ошибаться, но автор ролика, он уверен, что эта фотография имеет какое-то отношение к Эстонии вообще, в принципе. У нас есть какие-нибудь знатоки, значит, люди, которые могут определить конфессиональную принадлежность евреев по фотографии? Мне кажется, что это сефарды, это какая-то сефардская община, посмотрите на их головные уборы и на шарфике или нет? Зовите ее Немана. Ну да, либо Юнимана, либо Каргина, кого-то, кого-то из двух. Короче, в Эстонии были ашкеназы. 10% эстонских евреев, видя, что немцы творят с их народом на оккупированных территориях, уже сами бежали в Советский Союз, а те же, кто бежать не смогли, были пойманы и убиты. В созданных здесь же в Эстонии немецких концлагерях. К концу января 1942-го... Пишут, зовите Гуннер. Да Гуннер не разбирается в этом. ...го года, по официальным данным, в Эстонии было... Гуннер, он такой секулярный немец. ...убито 929 эстонских евреев. Это позволило в том же году направить в Берлин донесение, что Эстония стала полностью Юденфрай, свободной от евреев. Так, наша страна стала первым государством в Европе, где нацистами был окончательно решен еврейский вопрос. Как оказалось потом, Вторую мировую в Эстонии смогло пережить не больше... Ну, кстати, вот всякие ревизионисты, люди, которые отрицают Холокост, что мы, конечно, не одобряем, они утверждают, что под окончательным решением еврейского вопроса подразумевалось не физическое убийство всех евреев, из Европы, куда-нибудь на восток. Вот. Но мы не одобряем, мы не одобряем ревизию Холокост, конечно же. Очень плохо. Ну, может быть, да, но какая-то странная у них форма одежды была. Такое ощущение, что это какая-то секта непонятная, в общем. Ну, то есть, это какое-то странное учебное заведение, в общем. Пишут в чате, что одна севернская община могла быть в Эстонии. Может быть, кстати, да, может быть. Советская власть унесла жизни ничуть не меньше немецкой и говорить о каком-то там освобождении просто неразумно. И кто-то ведь еще удивляется, почему советская оккупация вспоминается негативным ключей чаще, чем немецкая в Эстонии. Как бы для страны она нанесла куда больше вреда. И празднование 9 мая русской общины как день победы со стороны выглядит как полное издевательство. И похожая ситуация со всей остальной восточной Европой, которая намного больше потеряла от советской власти после этого нацистами следовало убраться из отвоеванных земель, а не закрепляться на них на последующие полвека. Из-за того, что Советский Союз обрел сферу влияния в Восточной Европе, последние, например, не смогли получить помощь от штатов по плану Маршала. А после развала социалистического лагеря в конце прошлого века Восточная Европа оказалась далеко позади Западной, а Германия, например, до сих пор разгребает последствия плановой экономики в бывшей ГДР. Поэтому... Есть такое. Не удивляйтесь, ребят, что в некоторых странах вашу победу не особо ценят. И постарайтесь встать уже наконец на место тех, кого вы освободили. В самом деле некоторые российские... Ну, по поводу вашей победы это на самом деле крамола против США и Великобритании. То есть получается все-таки автор ролика он вот за что-то ненавидит американцев и англичан. Потому что главные выгодополучатели этой победы это, собственно, Великобритания и США, а вовсе не Советский Союз. Потому что, ну, никакого Советского Союза на карте-то нету так-то. А Великобритания и Соединенные Штаты Америки они на карте остаются. Поэтому, когда чувак, значит, говорит пренебрежительно, типа, вот ваша победа, ха-ха-ха, ну, слушай, автор ролика, а за что ты ненавидишь американцев и великобританцев? Чем тебе не угодили флагманы капиталистической экономики? Возмутительно. Может быть, ты ватник. Почему тебе не нравится победа США и Британии? над, значит, немецким национальным социализмом? То есть, Вторая мировая война это ведь не победа коммунизма над капитализмом. Потому что самые главные капиталистические страны, они воевали как раз на стороне Советского Союза. Вторая мировая война это победа капитализма над национальным социализмом. Неужели ты против? Неужели тебе не нравится победа капитализма? Очень странно. Победа-бесы смотрятся реальными сволочами, которые мало того, что гордятся этой самой победой, пока их ветераны мрут от голода, так еще и народы, которые от их победы пострадали. Нет, главные-то выгоды получателей это Британии и США. Потому что США по результатам Второй мировой войны распространили свое влияние на половину Азии и половину Европы. А Советского Союза его как бы больше не существует. Его больше нет. Он закончился. От социалистического лагеря остались Северная Корея и Куба. Все. Больше ничего не осталось. Не меньше, чем отзвезд нацистов. А, еще Венесуэла, по-моему. У них там тоже боливарианский социализм, как и на Кубе. Сравнивают с этими самыми нацистами. У меня все, ребят. Надеюсь, адекватные люди правильно воспримут мой посыл. Которые, на самом деле, довольно-таки просты. Перед тем, как орать, какие мы охуенные победители, сначала разберитесь с положением тех, кто... Не, ну вы-то точно не победители, потому что ты выступаешь со стороны Эстонии. А Эстония точно никого не победила в этой войне, поэтому, ну, полная хуйня. Главные победители это Великобритания и США. Потому что, во-первых, эти страны, они до сих пор существуют. А, во-вторых, они являлись главными выгодополучателями от победы над немцами. Поэтому, ну, те, кто выступают против победы Америки и Великобритании, это просто ватники какие-то. То есть, полная хуйня. Кто действительно в начале 40-х стоял с автоматом на передовой. И учтите, что для некоторых вы не выглядели в 45-м как благородные рыцари-спасители. Скорее, как еще одни захватчики. И пока 9 мая остается для нашего восточного соседа главной духовной скрепой, ура, патриоты так и будут ссаться кипятком на любого, кто кинет камень в их болото, опровергая тем самым их жизненную парадигму. И, отвечая на самый распространенный в этом плане вопрос, уважаю ли я ветеранов, я против них не имею ничего плохого. Более того, я не имею ничего плохого против солдатов, воевавших тогда по обе стороны конфликта. Однако, я презираю тоталитарных лидеров, для которых эти солдаты были лишь способом осуществить свои амбиции, а также цепных псов этих самых лидеров, будь то НКВД или СС. Вы можете проявлять уважение к этим... Последняя фотка это либо реконструкторы какие-то, либо кадры из фильма. ...этим людям этого никто не запрещает делать. Они уже отслужили свое, и я желаю им счастливой старости. Однако, устраивать маскарады, показушничество и кичиться этим, это, я считаю, со стороны выглядит крайне мерзко. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Ну, слушай, если тебе кажется, что со стороны это выглядеть крайне мерзко, ну, не смотри. Смотри в другую сторону. Тебя же никто не заставляет смотреть на этих ветеранов. Это, знаешь, это как претензии гомофоба к гей-парадам, что, типа, вот, выглядит мерзко. Ну, не смотри. Смотри в другую сторону. То же самое и здесь. Типа, ну, нахера ты смотришь на ветеранов, если они тебе отвратительны? Смотри на что-то другое. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте. Как говорится, меньше ват в голове. Всем пока. Меньше ваты в голове и человек хуесосит, как бы, главную военную победу передовых капиталистических стран в 20 веке. То есть, Великобритания и США победили национал-социалистическую Германию, а ему, ему это не нравится, его триггерить с этого. И при этом он еще кого-то обвиняет в том, что это ватники повсюду. Охуенно. Не, ну, вообще то, что, там, если тебе что-то не нравится и ты хочешь, чтобы это перестало существовать, это как раз и есть позиция ватника. Потому что цивилизованный человек, он за плюрализм мнений, и если ему не нравятся какие-то парады, ну, он их просто не смотрит. И все. Если ему кажется, что этот парад является чем-то отвратительным, ну, он смотрит не этот парад, а, там, не знаю, любимое телешоу может в этот момент посмотреть, или концерт какой-нибудь, который ему нравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok